всем привет ребятки это sensation и это новый видос на тему моих мопедов мотоциклов моего мототехники которая у меня была история прошлого выпуска номер пять закончилась на том что у меня случилась авария у меня остался разбитый неос вот которому рама пошла винтом и что я делаю недолго думая я связываюсь со знакомыми и нахожу кузов гути в 12 с вилкой полностью в сборе и получается я ничего лучше не придумал чем просто перекинуть все ценное с носа в кузов в малахе в 12 сейчас где-то тут будут начинать скрывать фоточки разные вот получается я перекинул немножко покатался и решил продать на горя но я не совсем ее продал получается я ее обменял еще на вина но с доплатой естественно вот у меня получается в руках оказался стоковый винчик красивый вылизанные вот вот такой вот синенький прекрасный блять просто охуенный винчик был реально грубо говоря сток вылизанный такой незапарный уже руль вынос симпатичники такой вот вот чё я делаю а еще в момент том что этот вина был на регистрации вот я его оформляю переоформляю на себя потом договариваюсь с сашкой которому я когда-то продал свой вина на бвс ходовки на длинной мини вот и предлагаю ему что давай мол сделаем с тобой оттенку я раму доковую с этого винчика оставлю себе тебе перекинул получается отдам стоковый вина но без регистрации получается вот наш ну типа он тот очень долго продавал никто не хотел покупать у него типа ну и стоковый вина в любом случае но выгоднее чем стан корчи я думаю все понимают вот мы это сделали я все перекинул отдал ему мопед вот поездил я на этом вина не сильно долго на самом-то деле меня что-то 5 камеру голову я распродал на хрен весь мотор и мне пришла мулька в голову что я короче собираю вина на 157 моторе ну как вы понимаете видно на 157 моторе во первых это было это чудовище собрать сварить так себе получилось с мотором тем было миллион проблем ну я взял и заведовать прям уже купили бушный мопед целый чтобы это все типа собрать наш был донор короче купили хуёвый мотор мы его чинили передели строили короче работал он кривенно плохо но в принципе ехал от 80 в среднем и даже я заставил остатить принципе было неплохо такая вот интересная пушка получилось прикольная ну типа на шанчике всем нравилось всем заходило все все покайфовали такой своеобразный дракошек получился потом а а вот и Моник играл, пока кто-то прыгал по прам, я у пара бухал, потом собрал, на меня к тому я думадам, так было и будет или как-то, это ТГК хип-хап говорит с тобой, МСЛ, ГК, МДМ, мой бой, это не проблема с головой, а идея не пуль, я 5 понедельник, ой, да и хуй с тобой. Поймал огонь, следующий проход, напролом ногой, мой город слишком проб, мой город слишком большой, по одной стороне едет горш, на другой лежит бомж, и как из грязных душ, достать затупившийся нож, мой рэп бьется как дождь, текает с плеч до подошв, ведь то, что я покупал, и ты без права возьмешь, пацан выбирает стратегию, чтобы выжить в углу, а не кто-то жмёт за ногу, не кто-то хватает круглые. Сука, вспышки не было. Благодарил тебя, бомб, прямо так и говорил, заебись, у вас хип-хоп и подарил мне бомб. Так, чё получается дальше, уже наступает зима, до сюда, меня этот мотор остыщительно заебал, своими всеми приколами, поломками непонятными, и в итоге, чё, а, две только докатался, что у меня просто мотор, ну, туки-туки, и всё. И закончился на этом, собственно, мопед. Вот, ну как, мопед, не мотор закончился, не мопед. Потом, этот метод у меня ещё остаётся, на данный момент, но параллельно, я покупаю себе вот этого зелёного красавца, это Yamaha TZR50. Какая-то там редкая версия для внутреннего рынка Японии с каким-то хуй по мягким мотором, запчастение, который у нас, типа, нету. И, короче, такое. Творим пополам, я там нашёл какой-то поршень, сюда-сюда, сделал дублёр, даже там тормоза поделал, тормозной диск поменял, потому что, дебилый, там, уходу висел замок тормозной, и его где-то, ну, опять этот, спиздили, походу. И замок этот срезали, и диск срезали, короче, не было тормозов задних. Вот, сделал тормоза, покатался я немного, также на этом Мотике я успешно съездил, кстати, в Новый Год, в детдом, мы катали маленьких, там, детишек всяких на мотоциклах, то есть, там, MotorStream движуха была. Вот, что ещё было такое-нибудь, в принципе, на самом деле, кстати, есть ещё немножко в TikTok, право этот Мотик уже TikTok sensation тоже, ну, то есть, всё как всегда, везде, кругом sensation можно найти разные движухи. Потом я его продал тоже, и, собственно говоря, в TikTok я его продал, на нём катался Илюша, а я такой, хм, что бы его сделать, и началась история вина дальше. Но я купил картера вертикальной минорели, я купил поршневую, я там то-сё, короче, делал я вертикальную пушку. На самом деле, история не очень долгая у этого мопеда, реально, там, он зимой побыл, мы там побаловались, я там и то роторное зажигание делал, то я делал потом электронное зажигание, типа батарейное. Кстати, вот по поводу почти про всех мопедов, есть на канале видосы, там, вот, кому не впадал, можете более детально про каждый, в принципе, мопед, который у меня был, начиная, грубо говоря, вот с этого, кстати, выпуска, получается, все мопеды, про которые я рассказываю, про все эти мопеды и транспорт, уже были ролики у меня на канале. В принципе, кому реально интересно, можете полистать даты, получается, ориентировочно, это сейчас 20-й год, вот так, чтобы вы понимали по датам, сейчас 22-й уже, а вот я рассказываю вам про 20-й, так что дальше будет еще больше видосов. Так, зима идет, движуха продолжается, и вот уже у меня на руках, оказывается, Ямаха Поче, такой милый, короче, джог Априо с корзинкой, лютейший, на котором, кстати, пацаны отгоцали всю зиму доставки, там, минус 10, а он на стоке шуршал себя на лысой резине по снегу, давал говна, веселая штука. Собственно, я, говорит, еще с ним побаловался немного, тоже, там, и трубу варил, и что-то перенастраивали мы, и там разные движения были, и как я чуть не утонул, блять, на том мопеде. Собственно говоря, про все это тоже есть видосы отдельно уже на канале давно, кому интересно, посмотрите. Вот, побыл у меня паче немного этот, я прокатался, что-то там построили, и паче я успешно продал, и после паче я долго думаю, что мне делать, что не делать, и появляется, та самая зеленая F12-я малагутя, зеленая-черная, которая у меня была, с ней тоже всякие манипуляции проводились, и тюнинг, и я ее там по запчастям, по настройкам, по всему, вот она у меня была, потом же ввели этот ебочий закон, что надо обязательно регистрировать свой транспорт, типа хуе мое, что будут, типа, всех наказывать. Ну, я же, естественно, сделал там все бумажки, что мог, какие я знал, взял в охапку с этот мопед, мы поехали в ГАИ, а мне сказали, мальчик соси писю. Собственно говоря, и меня что-то так лимануло опять, короче, я думаю, ах, такая хуйня, хуе мое, короче, продал, продал малагу, это еще и продал попозже, чтобы вы понимали, вообще отправил ее там чуть ли в Одесскую обыску, это вообще под оливой, чувак не скинул сходу там трешку, и остальное, типа, для наложенным платежом было, что-то в таком духе. Вот. Так, хочу еще немножко дополнить историю, по-моему, как мы покупали, собственно говоря, эту малагу, прикиньте, мы приехали на виноградарь в 12 ночи, грубо говоря, ждали полчаса типа, а на улице как бы мороз, снег, холодно, типа, зима все-таки идет, а я приехал покупать мопед. Короче, вы понимали, я купил его за 7 или 8 тысяч, там чувак болился, молился, болился, что он, короче, там, стоковый весь полностью, и на самом деле это оказалось правда. То есть я разбирал мотор, я смотрел поршневу, я все смотрел, и казалось, что да, реально стоковый мопед полностью. Потом еще история меня свела с типом, который его собрал, то есть там, прикиньте, тип собирал, что его там год или полтора мопеда в стоковое состояние, то есть там, ну, в стоковое состояние по мотору, по крайней мере, он там что пытался сделать, вот, и потом продал его, типа, перегорел, и потом он по-моему, короче, мопед, то есть он собранный, новый был, вот и у меня потом побыл. На самом деле прикольный был мопедик, мне очень нравился, но хотелось типа что-то с документами уже и так далее. Собственно говоря, поэтому появляется в нашей истории мотоцикл CRDX 200, который, честное слово, подарил мне миллион разных эмоций, подарил миллион всякого видеоконтента на этом канале. Очень много всего этот моток привнес в мою жизнь, но, если честно, говоря, он не оправдал моих надежд абсолютно, ни как, ни как мотоцикл, ни как мопед, ни как транспортное средство в целом, то есть я отъездил на нем три с половиной тысячи километров, у нормальных мотоциклов столько обкатка происходит, а у меня развалился весь моток, то есть это при том, что я не прыгал, блядь, по трамплинам, что я просто стантил, причем, что достаточно нормально и аккуратно, то есть никто не кидал там, блядь, с вертикального положения просто моток вниз, чтобы вилку убивать или что-то еще подобное там, ну, то есть обычно адекватное использование как бы мотока было, ничего там сверху естественного, никакие нагрузки на него не давались, и он развалился, развалился мой моток, потом развалился Ванин моток, и потом развалился еще один моток, который купили, то есть было три одинаковых мотоцикла у нас, грубо говоря, и всем трем пизда, блядь, пришла просто, каждый с ними, блядь, наебался, кто как смог решить вопрос, кто как смог от них избавиться, так и избавились, я, типа, свой вообще по запчастям поразбирал, что-то у меня по сей день лежит, что-то там у пацанов еще есть, ну, в целом, вот такие говно, не стоит ни своих денег, реально, я бы лучше бы за эти деньги, сколько там, 1300 долларов, я лучше бы за эти 1300 долларов купил бы себе какой-то мотордик на АМ6, я думаю, что с регистрацией я бы тоже его вполне нашел, и я думаю, что я бы на АМ6 катался бы по сей день.